Итак, оперативная обстановка сложилась следующим образом. Силы обороны Украины продолжают введение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. А именно, на рубеже Новоданиловка-Работина, Малая Токмачка-Вербовая, Свободное поле Макаровка, наши войска имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах. То есть, от Углидара до Каховского водохранилища мы продолжаем давить противника и постепенно продвигаться вперед. И силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Здесь противник, наоборот, продолжает наступательные действия и мы ведем оборонительную операцию. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямбалевки и Серебрянского лесничества. Здесь противник возобновил, или даже, я скажу больше, наверное, правильнее будет сказать, Попытался начать наступательную операцию с целью, скорее всего, с целью срыва наших контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях. На направлении Белогоровка-Шипиловка подразделения силы обороны Украины ввели наступательные действия, имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах. Это Белогоровка имеется в виду Лиманского направления. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои. В течение прошедших суток силы обороны Украины более 40 раз вступали в боевое соприкосновение или в боевое столкновение, так правильнее будет, с силами врага. Ночью 21 июня враг нанес удар по северному направлению ударными дронами иранского производства типа Шахет. То есть сегодняшняя ночь не стала для нас спокойной, а Шахедобесия в небе Украины продолжилась. Все дроны Камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных сил Хмельницкой области. Удар был, видите, по северо-западным областям. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими БПЛА типа Шахет в количестве 33 единицы с семью зенитными управляемыми ракетами С-300 и одной крылатой ракетой наземного базирования «Эскандер-М» по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных беспилотников типа Шахет, но ракеты, к сожалению, сбить не удалось. Это баллистика на короткое расстояние, в этом ее преимущество. Пока что таких сил и средств противоракетной обороны у нас крайне и крайне мало. Кроме того, враг нанес 83 авиационных удара, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по нашим позициям и по населенным пунктам в ближайшей глубине обороны наших войск или от линии в прифронтовой зоне. Но тут надо обратить внимание, как только мы начали контрнаступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлении, авиация противника, к сожалению, очень сильно активизировалась. По 70-80 боевых вылетов в сутки, то есть они по всей линии фронта пытаются сбить темп нашего наступления. Пока что, я так понимаю, что силы в этом плане у них есть преимущество, но в общевойсковом бою на земле мы все равно продолжаем иметь частичный успех и потихонечку продвигаемся вперед. При этом стараемся бороться с авиацией противника. Вероятность нанесения ракетных авиационных ударов по всей территории Украины остается довольно высокой. На Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах с Украиной. Наносит авиационные удары, к сожалению, эти сутки отметились нанесением авиационных ударов по Черниговской и Харьковской областям. Но и совершал минометные артиллерийские обстрелы населенных пунктов всех трех Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На Купинском и Лиманском направлении вот здесь у нас враг проводил наступательные действия в направлении Кременная Ямбалевка. Очередная попытка врага улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве закончилась, к сожалению, частичным успехом, который удалось локализовать и приостановить силами обороны Украины. Вражеская артиллерия продолжает наносить огневые удары и идет контрбатарейная борьба, обмен артиллерийскими огневыми ударами на этом направлении. Вот здесь Лиманское направление самое сейчас становится горячим. Там, видите, они вчера предприняли попытку, там очень большая группировка. Там у российских войск, которые они собрали в Луганской области. Они давно пытались, вспомните, еще месяц назад мы там вели оборонительные бои в районе Дружковки в направлении Купинска, на Купинском направлении они пытались наступать. Мы тогда очень хорошо нанесли им поражение и они остановились. Сейчас такая же картина на Лиманском направлении. Они все, что было, двинули вперед с целью возобновить, попытаться прорвать нашу оборону. Но имели частичный успех, наши войска отошли, но при этом нам хватило сил и средств для того, чтобы локализовать и остановить продвижение российских войск в глубину нашей обороны. Сейчас на Лиманском направлении идут самые тяжелые бои. На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехова-Василовки Донецкой области. Продолжаются бои на восток и северо-восток от Клещиевки и вдоль канала Северский Донец-Донбасс. Авдейское и Марьинское направления. Здесь противник продолжает атаковать между Каменкой и Крутой Балкой, безуспешно атакует. И враг сменил основное направление удара к югу от Марьинки. То есть, если раньше они пытались продавить нашу оборону в самой Марьинке, то теперь они решили южнее. Так как в западной части города каждый дом стоит очень дорого для врага. А видите, вот с чем отличается. Кстати, в Марьинке там же должны были кадыровцы воевать. Но как-то так о них практически не слышно. Единственная была информация, я вам доводил, что один из командиров этой подразделения, Ахмад Чай, убыл с частью бойцов этого подразделения для охраны Делимхаева, которого тяжело ранили в результате огневого налета нашей артиллерии. И там сейчас в городе просело давление рашистских войск, а регулярные части нет. Они не могут организовать такое наступление, как это делали, допустим, вагнеровцы, когда Пригожин гнал этих несчастных зэков на наши пулеметы. И следующая волна... Мы не успевали перезаряжаться, отражая эти сумасшедшие атаки. А следующая волна атаки шла уже по телам, и убитых, и раненых из предыдущей атаки. Они даже не убирали трупы. И помните, я им рассказывал даже такие эпизоды, что последнего вагнеровца срезали в пяти метрах от нашего пулемета. Вот такая была интенсивность атак, это Бахмут. Вот так вот они брали Бахмут, Солидар. А сейчас нет, сейчас такого нет. Даже с использованием трехэтажных матов, угроз и других методов расправы, вплоть до физической, нет. Таких желающих больше нет. Атака захлебывается, они сразу же откатываются назад. И следующую атаку мы ожидаем уже через некоторое время. Идет перегруппировка, идут опять уговоры, приказы, угрозы. И только потом собирается волна. Совсем по-другому воюют регулярные части, в отличие от того, как воевали вагнеровцы. И кадыровцы не смогли доказать, что они лучше вагнеровцев. То есть, вот это бахвальство и бравада, что да мы сейчас тут вот быстро все порешаем в районе Маренки. И она, они сдулись. Причем очень, я так понимаю, сдулись очень сильно. Даже, даже частично ретировались с этого участка фронта. Бердянское направление. Здесь враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки. Успеха не имел. Продолжаются бои на участке Левадная-Новодаревка. На Запорожском направлении. Здесь или Мелитопольском направлении. Можно так и говорить. Ну и вот так и так называют Генштаб. Я уже говорил, было бы неплохо определиться четко, чтобы мы не путались в этих направлениях, а четко привязать их к карте и дать понятие, где какое направление оперативное. Я не говорю, не надо нам там границы между направлением, разграничения между направлениями наносить, но в общем на карте написать, где какое направление, чтобы вся страна прекрасно понимала, о чем идет речь. Где искать на карте ту линию, которую там публикуют другие источники. Потому что, допустим, карта института дип-стейта не указывает оперативных направлений. И надо искать по населенным пунктам. Карта института изучения войны тоже не указывает оперативных направлений. Но в средствах масс-медиа, в пространстве масс-медиа основу все равно берут оперативные направления и ситуация на этом направлении. Поэтому вот такая вот встречается и, допустим, в прессе бердянское направление, а в сводке Генштаба до сих пор фигурирует Шахтерское. Пишут Мелитопольское направление, а в сводке мы читаем Запорожское направление. И его все время объединяют с Херсонским. Когда открываешь официальную страничку в Фейсбуке Генштаба, то в сводке написано на Запорожском и Херсонском направлениях. Хотя ситуация уже разделена и Херсонского, кстати, я так понимаю, это аврийское уже направление. Так что было бы неплохо вот так хотя бы чуть-чуть привязать местности для общего понимания. Только для общего. Итак, на Бердянском направлении я уже сказал, что противник успеха не имел и бои Левадная-Новодарьевка. Продолжаются ожесточенные бои. На Запорожском или Мелитопольском направлении севернее Работина вооруженные силы Украины мерят успех и закрепляются на вновь освобожденных позициях. На Таврийском направлении здесь особых изменений нет. Противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационные удары по Херсону и его окрестностям. И совершает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии Днепра. К сожалению, почва подсыхает. Вода ушла. Осталось, по последним данным, до 56 сантиметров сейчас выше нормы. Уровень воды в районе Херсона. На Левом берегу там хуже намного. Он ниже. Но, тем не менее, вода тоже отступает. И, к сожалению, враг подтягивает свою артиллерию ближе и достает по нашим населенным пунктам дальше своим огневым воздействием. Как вывод за прошедшие сутки по военной обстановке можем сделать следующее. Рашисты пытаются перехватить инициативу, нанося удар по нашим сильнейшим участкам. И активизировали наступательные действия в местах ударов, которые предпринимались ранее. То есть, сейчас, можно сказать, у нас такие качели образовались. Если на Бердянском и Мелитопольском направлениях мы имеем успех, его пытаемся развивать. И здесь мы проводим контрнаступательные действия. То на Бахмутском направлении у нас получается такой паритет. На одних участках Бахмутского оперативного направления мы продолжаем давить противника и продвигаться вглубь оккупированной территории. На других участках противник пытается наступать. Ну, а дальше туда, восточнее, на северо-восток от Бахмута, там Лиманское-Купинское направление, где противник пытается возобновить наступательную операцию. Любой ценой, любыми силами, бросая все в бой. И вот таким образом заставить нас перебрасывать резервы. Прекратить здесь наступательные действия и начать переброску резервов на восточную часть линии фронта. Вот это вот идет, я так понимаю, сейчас борьба или игра, большая игра между двумя генеральными штабами. Кто кого первый вынудит на движение резервов. Почему? Потому что резервы повлияют на ход боевых действий, как на том участке, куда их перебросят, так и на том участке, откуда их перебросят. И, соответственно, дадут место для маневра другой стороне в плане применения своих резервов. Поэтому вот такая вот ситуация на линии фронта. Далее, украинские военные во время наступления эффективно уничтожают российский десант. Десантные части несут огромные потери. Почему? Потому что российское командование считает их наиболее боеспособными. Несмотря на то, что там процент мобилизованных уже намного превышает процент остатков, так можно охарактеризовать, кадровых военных, то есть контрактников, которые были на момент начала вторжения, массированного вторжения российских войск в Украину. Но, тем не менее, и это приводит, вот такое нещадное бросание в бой десантных частей, причем их бросают в бой, как обычную пехоту. И подразделения, вот, например, из состава оккупационной 83-й десантно-штурмовой бригады ВДВ Рашидской Федерации, получили задачу на выдвижение в район Клещиевки, Донецкой области. Это южнее Бахмута. Для того, чтобы поменять на позициях оккупантов из 31-й десантно-штурмовой бригады. То есть должна была пройти ротация двух бригад. 31-я уходит, 83-я заходит. Причем 31-я же уходит, потому что она фактически на грани потери боеспособности. Настолько сильны потери в этой бригаде. Во время перехода на первую линию обороны многие оккупанты погибли или были ранены. То есть они попали под огневое воздействие силы обороны Украины. Причем сработали наши огневые средства прекрасно. Очень много, большие потери понесли десантные части оккупационных войск рашидских. Так вот, количество раненых и убитых было такое, что пришлось вызывать вертолеты для эвакуации раненых. Раненых рашидских десантников вертолетами эвакуировали в Ростов, на Дону. Оттуда за неимением мест на грузовиках вывезли в Новочеркасск. И почему? Потому что все лечебные учреждения полностью переполнены ранеными. Ввиду таких огромных потерь. Просто уже некуда ложить. Но тем не менее, командование отдает приказы. Они идут вперед, наступают. И гибнут под нашим огневым воздействием. Враг бросает подразделения на Мелитопольском и Бердянском. На Мелитопольском основном направлении были замечены подразделения, которые были сформированы из Кавказских регионов. В местах, там где мы наносим удары. Там где мы ведем контрнаступательные действия, на Бердянском и Мелитопольском направлении. Там решили, что выходцы с Кавказа будут более боеспособны, что ли. И это тоже привело к трагическим последствиям. Я, кстати, понимаю прекрасно, когда в этих южных регионах, Осетия, Дагестан, Чечня, ваши традиции, кровь за кровь, зуб за зуб, око за око. Да, но вы же не забывайте, я вам хочу напомнить. Вспомните, что было, когда рашистские войска вторглись в Чечню. Что было? Вы сражались. Вы сражались за свою землю. Хотя, юридически вы были в составе Рашистской Федерации. Но, тем не менее, вы попробовали. Поэтому не надо на нас возлагать ответственность и винить, что мы вас убиваем. Вы пришли на нашу землю. Так же, как рашистские солдаты пришли в Первую и Вторую Чеченскую войну на вашу землю. Мы защищаем свою землю. Поэтому пришли с оружием в руках, убивайте наших граждан, грабите их. Мы, соответственно, убиваем вас для того, чтобы освободить нашу. Уничтожаем вас. Здесь неправильное слово юридическое убийство. Уничтожаем вас. Поэтому командование Рашистское использует вас в качестве якобы ударной силы. Но подготовки, то, что вас отмобилизовали, но не научили, приводит к таким огромным потерям. И вот, несмотря на то, что на вас возлагают, как на выходцев Кавказа, что вы горячие парни и вы сейчас тут наведете порядок. Нет, без военной выучки не важно, какой ты национальность. Если ты не умеешь воевать, то ты не воюешь. Так вот, такие подходы приводят к огромным потерям. И наши войска, наши военные отмечают, что, несмотря на то, что бросают подразделения, укомплектованные из кавказских регионов в местах наших ударов, те, имея очень плохую подготовку, погибают и несут огромные потери. А потом, когда начинается хаос и паника, которые образуются в результате нашего огневого воздействия, в хаотичном порядке начинают отступать, иногда бегут. Это понятно, это война. И несут еще большие потери. Так что, вот тут вопрос о том, кто пришел на чужую землю. И кто несет потери, ну, потом просто не надо говорить, что мы там все такие, мы отомстим. За что отомстите? За то, что вы хотели захватить нашу землю? Нет, за это не мстят. Это священная, для нас это священная война, освободительная война. Далее, российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва вооруженных сил Украины и сил обороны Украины. Так вот, в Генщинске, например, на мобильные телефоны коллаборантов, кто числится там зарегистрированный или кто работает на оккупационной власти, они получают СМС, сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации. Что, в свою очередь, вызывает панические настроения. Настроения правильные, я уже неоднократно говорил, кто хочет или кто так любит Россию, собирайте вещи и уезжайте. Лучше сейчас, потом будет поздно. Ни пункты эвакуации, ничего не сработает и не поможет. Поэтому, тем более, что если вы находитесь в сотрудничестве с оккупационными властями. Авиация силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 9 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 по зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных беспилотника противника, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 6 важных объектов противника. В целом, силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали личного состава оккупантов 540 человек, уничтожили в технике 9 танков, 21 боевую бронированную машину, 32 артиллерийских системы, 1 реактивную систему залпового огня, 3 средства ПВО, 35 беспилотников оперативно-тактического уровня, 22 автомобиля и 8 единиц специальной техники. Вот такой урожай собрали силы обороны за прошедшие сутки в борьбе с оккупантами. Ну что ж, вот такая вот в общем военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Дорогие друзья, мы с вами купили для вооруженных сил Украины уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые так необходимы на фронте. 30 дронов. Это много или мало? Конечно, это не мало, но это и немного. Я хотел бы, чтобы мы с вами купили для вооруженных сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча Gordonshop. Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите? Столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин Gordonshop, покупайте все, что вам понравится. Получайте в подарок шоколадки Gordons. И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. На этом мы с вами военную часть закончим. И немножко поговорим о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. И ключевым на сегодняшний день есть международная конференция, которая проходит в Лондоне. Она сегодня начала свою работу. Вчера съехались там все гости. Международная конференция, которая посвящена вопросам восстановления Украины. Она проходит в Лондоне. И я думаю, что это знаковое событие, потому что Лондон у нас финансовая столица мира. Никто этого, это звание у Лондона не отбирал. И сумма инвестиций и помощи Украине на восстановление колеблется. Например, наш премьер-министр приехал с планом, уже более детальным планом на 450 миллиардов долларов. А некоторые предлагают, участники конференции, предлагают там помощь, которая суммарно может составить триллион долларов на восстановление Украины. При этом в этот триллион предлагают включить и там вот эти 300 с лишним миллиардов, которые были заморожены, рашистских активов по всему миру. Включая как частные капиталы олигархов, так и государственные активы Рашистской Федерации. Как лед тронулся, понимаете, дело движется. И как бы Россия там не пыжилась, а все равно каждый разрушенный дом будет восстановлен и восстановлен. И потом эти деньги будут высчитаны из казны Рашистской Федерации. Вчера вечером, накануне, сегодня, в среду началась эта конференция. Очень много по составу, кстати, очень много желающих, кто приехал поучаствовать в этой конференции. Даже Турция поехала со своим планом туда, с готовностью там поучаствовать в этой конференции. Вчера их принял король Карл Третий и пообещал, на мой взгляд, огромнейшую сумму, 3 миллиарда долларов, Британия выделит Украине в качестве финансовой помощи. Это не в плане восстановления, это просто финансовая помощь. Вот была озвучена, ну сегодня на входе конференции озвучил ее Риши Сунок, премьер-министр. А вчера, я так понимаю, эту сумму озвучил Карл Третий. Так вот, после приема короля и как бы пожелания им успешной работы, сегодня она открылась. На этой конференции из главных участников я приведу главные цитаты. Из того, что известно на сегодняшний день. Итоговое коммуникает, я так думаю, мы будем обсуждать с вами завтра. Но, из главного, в ходе сегодняшней работы конференции. Британия в течение трех лет предоставит Украине финансовую помощь в размере 3 миллиардов долларов. Я вам это сказал. Король объявил, значит, Риши Сунок подтвердил это. Россия должна заплатить за уничтожение Украины, поэтому мы работаем над проектом, который позволит использовать замороженные российские активы. Премьер-министр Риши Сунок. Это заявление, самое главное заявление от Великобритании. Теперь Соединенные Штаты. Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительно 1,3 миллиарда финансовой помощи. Об этом заявляет Блинкен. Мы хотим, чтобы Украина, Германия, следующая. Мы хотим, чтобы Украина выиграла в этой войне, выиграл мир. Поэтому мы будем поддерживать ее финансово, политически и передавать вооружение. Анна Лена Бербок, министр иностранных дел Германии. Кстати, она же заявила о том, что Германия дополнительно выделяет Украине 381 миллион евро на гуманитарную помощь. Так что, ну и Европейский Союз, Урсула фон дер Ляйен, заявила, что предложение об использовании российских активов для восстановления Украины будет подготовлено к летним каникулам. Летние каникулы у них начинаются, по-моему, в августе месяце. По-моему, так. Или в конце июля. Неважно. Смысл в том, что юридически они начнут в ближайшее время выработать механизм, то есть предложение. Осенью, я так понимаю, будет уже утвержден механизм конфискации активов. И Россия начнет платить, фактически платить, перечислять деньги. Ну, не Россия начнет, а начнут со счетов замороженных и аффилированных с Российской Федерацией, начнут деньги перечислять на фонд восстановления и помощи Украине. Так что вот такая вот ситуация на этой международной конференции. Далее, Верховная Рада, наконец-то наша Верховная Рада дошла до вопроса, что надо Беларусь объявить государством-агрессором и разорвать с ней дипломатические отношения. Пока Лукашенко самопрозглашенный президент Беларуси у власти, никаких, я так понимаю, что это бесполезно, искать какие-то выгоды и контакты. Поэтому Верховная Рада выступила с таким предложением. Они хотят призвать ООН, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и другие организации признать Беларусь астроной-агрессором. Законопроект с такой инициативой зарегистрирован на сайте Украинского парламента. Главной причиной авторы указывают разрешение руководству республики российским войскам продолжать использовать инфраструктуру, территорию и воздушное пространство республики Беларусь. Мы знаем, что два полигона активно работают по подготовке мобилизованных рашистских. Мы знаем, что белорусский ВПК работает, что Беларусь сейчас готовится с помощью уранских специалистов начать производство дронов типа шахет. На своих производственных мощностях такая информация звучала неоднократно. И мы понимаем, что и Лукашенко ставил такую задачу, что надо возобновить разработки в дронах. Ну и плюс вот такое активное сотрудничество с рашистской. Плюс присутствие на постоянной основе уже рашистских войск. Ну и ядерное оружие Рашистской Федерации, которое вот-вот должно появиться или может появиться. Кстати, признаком этого будет ввод российских войск на территорию Белоруссии. А в это время полк имени Костуся Калиновского обратился к белорусским силовикам. Военные призвали бросать оружие и ни при каких обстоятельствах не идти на войну против Украины. Представители полка также подчеркнули, что у них большой боевой опыт, против которого белорусским силовикам не противостоять. Или не выстоять. Да, действительно, они воюют, очень хорошо воюют, надо отметить. И в составе силы обороны Украины в интернациональный легион входит полк. И я скажу так, что да, это хорошая сила с огромным боевым опытом, которые могут по окончании нашей военной кампании, могут заняться вопросами урегулирования на территории своей страны, своей родины. Далее, ну, продолжает помощь поступать со всех возможных и невозможных источников. В Дании очередной пакет военной помощи одобрило правительство на сумму 2,9 миллиардов евро. Об этом заявил представитель правительства Дании. Европейский Союз в этом году, ну, вы знаете, да, на прошлой неделе я вам говорил, что 24 тысячи военнослужащих сил обороны Украины подготовили страны Европейского Союза или Европейский Союз как организация. В этом году повышенное обязательство 30 тысяч украинских военных для нашего Министерства обороны планирует подготовить Европейский Союз. Они уже там, они учатся и на основе ротации это уже конвейер идет. Ну, не забывайте, что у нас еще продолжается подготовка в Великобритании, которая, ну, она не входит в Европейский Союз, поэтому о ней мы вспоминаем отдельно. Тренировки будут проходить на территории стран членов Европейского Союза. Миссия объединяет 28 государств, участвуют в этом, готовят военнослужащих. И миссия закупила необходимое для подготовки военное имущество, обмундирование и боеприпасы. То есть они полностью экипируют наших солдат, обучают их, тренируют и уже обмундированных, экипированных и подготовленных возвращают в Украину. Вот такая вот, вот такой вот помощь идет от Европейского Союза. Дальше, Соединенные Штаты сегодня, ну, вот Энтони Блинкин объявил, я уже вам сказал, о новом пакете помощи, военной помощи для... И он, кстати, объявляя об этом пакете, на конференции процитировал слова президента Байдена, который сказал, что мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. И обе наши страны глубоко привержены этому, отметил Блинкин, передавая слова Джо Байдена. Португалия. Португалия тоже готовит к передаче целый пакет техники и вооружения. И Министерство национальной обороны страны заявило, что в новый пакет, они его сейчас готовят к передаче, войдут 14 бронетонаспортеров М113 и комплект 105-мм гаубиц. Ну, к сожалению, слово комплект не расшифровано, но думаю, что это комплект, скорее всего, имеется в виду дивизион, а дивизион может насчитывать до 18 орудий. Так что, еще одна помощь. Ну, и вишенка на торте сегодняшнего военно-политического блока, к сожалению, она не совсем радостная, наоборот, она тревожная, очень тревожная. Это заявление нашего главного разведчика, Кирилла Буданова, генерала Буданова. Он заявил о том, что по данным нашей разведки, расшисты заминировали охладитель Запорожской атомной электростанции. Ну, я прекрасно, я понимаю, что есть, кстати, тот же Кирилл Буданов, генерал Буданов, заявил тоже вчера о том, что, скорее всего, он считает, что не будет взрыва на, не подробуд, точнее, расшисты Запорожскую атомную станцию. Почему? Потому что, как он сказал, что там есть, конечно, идиоты во власти, но не так много, чтобы приказ, даже если он будет отдан, то дошел и был исполнен. Но, создать еще одну техногенную катастрофу, да, конечно же, они могут. И я так понимаю, с точки зрения военной, они решили, расшисты решили еще раз перестраховаться, заминировав водоем, вот этот внутренний водоем охладителя станции, тем самым они, как бы, считают, что это остановит наше контрнаступление, они считают, что этим они могут торговаться. Но этим они могут только торговаться за свою жизнь, когда наши войска подойдут к станции, когда будут проводить специальные действия по ее освобождению и передаче под контроль нашего энергоатома. Вот эта вот ситуация, это самое, кстати, опасное, опасный будет период, период передачи станции, точнее, да, перехода станции под контроль наших специалистов. Почему? Потому что они, вроде как, по идее, будут отступать или сдаваться в плен, как там будет развиваться ситуация, пока этот вопрос оставляем за скобками. Вот, но вот в этот переходный период, типа, одни уже ушли, вторые еще не пришли, если будет диверсия на охладительном водоеме и вода сойдет, реакторы начнут нагреваться. И вот тут будет, будет очень ситуация, будем так говорить. Нестабильная, где можно обвинить любую сторону в том, что понятно, что этот теракт будет совершен Рашистской Федерацией, так же, ну, так же, как Каховская. Понятно, что это они будут инициаторами этой техногенной катастрофы, и наша задача будет вовремя ее перехватить и не допустить того, чтобы она произошла. Вот это вот самое, как бы, опасное. Вот для этого, на мой взгляд, они и заминировали этот водоем. Это шантаж. Как сказал один российский военный, высокопоставленный, что либо мы, либо после... А если не мы, то пустыня. Вот, то есть они не оставят, они нам не собираются оставлять камня на камне. Ну, посмотрим. Мы, конечно же, будем прикладывать усилия, чтобы все камни остались на своих местах. Там, где будет такая возможность. Ну, что ж, на этом мы с вами первую часть военно-политическую закончим. И военную я делаю по традиции паузу. Как обычно, призываю, кто не подписан, подписаться на мой канал. Те, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. Дорогие друзья, мы с вами купили для Вооруженных Сил Украины уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые так необходимы на фронте. 30 дронов, это много или мало? Конечно, это не мало, но это и немного. Я хотел бы, чтобы мы с вами купили для Вооруженных Сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча Гордон Шоп. Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите? Столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин Гордон Шоп, покупайте все, что вам понравится, получайте в подарок шоколадки Гордон. И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, ответами на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня звучит таким образом. Витаю! Такое питание. Чему же украинская держава створить армию найманцев, профессийных, військовых и наземных граждан, для захиста своей территории на час боевых дней протирашистских оккупантов? Ну, дело в том, что у нас только не найманцев, вот в том-то и дело, что мы воюем исключительно в рамках международного права, соблюдая все нормы и правила ведения войны. Мы не воюем с гражданскими, мы воюем с военными. Дадил форму, ты легитимная цель, взял в руки автомат, ты легитимная цель, вступил в сотрудничество с вражеской армией, ты коллаборант и подлежишь уголовной ответственности. То есть, мы с этим и для того, чтобы, я понимаю, что есть желающие, есть, допустим, может быть даже необходимость иногда возникать в плане того, что дать возможность всем желающим поучаствовать в нашей национально-освободительной войне, я бы ее даже так назвал. Вот, поэтому мы создали, мы изменили законодательство, внесли изменения и создали интернациональный легион. Это люди с иностранным гражданством, которые могут приехать в Украину, пройти соответствующую проверку и официально подписать контракт с вооруженными силами Украины. Соответственно, будут зачислены подразделения, им выдано оружие и они будут воевать в составе сил обороны Украины. Вот такая, вот такая вот, у нас все это есть. У нас есть иностранные граждане, которые воюют. Вот я только что в военно-политической обстановке вспоминал подразделения полка Стуся-Калиновского. Это все эти люди, они белорусы, по паспорту, по гражданству, но у них у всех контракт с вооруженными силами Украины. И они воюют, сейчас они воюют на нашей стороне, а потом они пойдут на, ну не знаю, во всяком случае, видите, они так позиционируются, что они поедут в свою страну и будут там устанавливать демократические принципы ее существования. Привет, у меня есть вопрос. Солдаты время от времени меняются, экипажи танков тоже ротируются. Если да, то ротируются ли они вместе со своими танками или тяжелая техника остается на фронте и ее забирают вновь прибывшие экипажи? Нет, техника ротируется, подразделения ротируются вместе с техникой. Вот так правильно. Никто никому ничего не передает. Единственное, что если кто-то из членов экипажа получил ранение или, не дай бог, погиб, то, естественно, эти люди в экипаже меняются. А техника остается, единственное, когда меняют технику, это когда она получает повреждение. Тогда ее забирают на ИВАК-пункты и там она либо ремонтируется, если подлежит ремонту, и тогда она возвращается в строй. Кстати, к тому же экипажу, если он к этому времени не получил другую машину из резерва. Либо уже там она идет по распределению в какое-то другое подразделение. Но все воюют на своей технике. Вы же видите, даже бойцы там иногда, ну сейчас это немножко отошло на задний план, а был такой период, когда там даже имена присваивали своим боевым машинам. Вот, и воевали на них. Но это были как позывные у этих танков, БМП, БТРов и так далее, бронированных машин. Так что ротация происходит вместе с боевой техникой. Что есть, то и с собой забирают. С чем, что есть в штате, с тем и приходят на боевые порядки. Пане Олеже, Шайгу стверждал, что удары по центру принятия решений. Причому есть подтверждение, что это может происходить тактичною ядерной оружием по киевской гребле. После Каховки. Они здатны на много чего. Насколько на ваш рост это возможно и какую небезпеку несет. Смотрите, удары... Так, дело в том, что нет тактического ядерного оружия, которое достало бы до киевской гребли. До плотины киевской ГЭС. Тактическое ядерное оружие заканчивается на комплексе .У. Дальность спуска ракеты 110 км. Артиллерийские системы еще меньше. Все в пределах 40 км, 37 км пион. 203 мм. Все, вот это тактическое. Дальше пошло оперативно-тактическое оружие. Оперативно-тактическое оружие может комплекс Искандер. 500 км, да, он может достать. Но у нас комплексы, есть уже комплексы, которые могут бороться с баллистическими ракетами. То есть мы на сегодняшний день из баллистики сбили все, что летело в те районы, где на боевом дежурстве стоят комплексы Патриот и Сампти. Вся баллистика была сбита. Поэтому нет. То, что Шойгу просто... Это очередной шантаж со стороны Шойгу в плане того, что они не знают, как остановить наше контрнаступление. Не очень боятся. Потому что любые поражения, когда мы начнем вводить в бой основные силы и будем уже успехи измерять не сотнями метров, а километрами суточные продвижения наших войск, это может снести существующую власть. Она может не... Путин может не удержаться в власти. Это может вызвать его отстранение от власти. Вот этого они катастрофически боятся. Поэтому будут пугать чем угодно. Ну, понимаете, если генерал Буданов говорит о том, что он считает, как этот человек, который обладает развединформацией, наверное, в самом большом объеме в нашей стране. Вот. И если он говорит, что он считает, что маловероятным то, что они подорвут запорожскую атомную, то то, что они нанесут удар ядерным оружием, это еще менее маловероятно. Это первое. Второе. Я вам уже рассказывал неоднократно о том, что отслеживаются, на мой взгляд, все западные разведки, все силы брошены на отслеживание этих ядерных боезарядов, которые там могут перемещаться по территории Рашизской Федерации. И я не думаю, что будут ждать, пока привезут ядерную голову для ракеты, ее же надо привезти в район стартовых позиций, передать, потом состыковать с ракетой. Это все стыкуется в районе стартовых позиций. Потом привезти на стартовые позиции, в район заряжания, положить на пусковую, и пусковая выходит на стартовую позицию. Вы думаете, они все будут сидеть, ковыряться в носу и наблюдать, как это происходит? Я думаю, что она может не доехать этот заряд даже до места стыковки с ракетой, до места передачи ракетчикам. Так что нет, а фугасным зарядом это нереально на сегодняшний день. Станция находится под нашим контролем, плотина под нашим контролем, занести туда такое количество взрывчатки. Я уверен, вы читали экспертизу, которая была про техническую, есть уже много статей по этому поводу. Совместная украино-американская экспертиза была проведена, и специалисты высказались, как и сколько примерно взрывчатки надо было, куда ее заложить надо было, чтобы вызвать такие разрушения в плотине. Так что там огромное количество, не унесет человек. Доброго дня, у меня до вас питание. Наши американцы, наши америцы изныщены рашистской армии. Вот такие простенькие питания. Это вопрос геополитики. Дело в том, что армия это один из основных институтов государства, любого государства. Чем сильнее армия, тем сувереннее держава. Тем больше требований и тем тверже позиция этой страны. С отсутствием армии государство теряет суверенитет. Все. Вот что надо Соединенным Штатам Америки. Они хотят убрать Россию, умножить ее на ноль и убрать ее с геополитического мирового Олимпа. И Российская Федерация, допустим, после исчерпания своих военных потенциалов, она становится на уровне обычной страны третьего мира. Вот и все. Ядерный потенциал, допустим, берется под контроль. Кстати, о ядерном потенциале, это еще один сдерживающий фактор. Путин прекрасно понимает, что если только будет попытка применения ядерного оружия в любой интерпретации, инженерного фугаса, артиллерийского снаряда, или, не дай бог, тактической ракеты, или бомбы авиационной, то, естественно, в страны мира предпримут такие меры, которые позволят им взять под контроль весь ядерный арсенал России. И Россия ничего с этим сделать не сможет. А дальше, когда-то я говорил, еще несколько лет назад, о том, что Россию убивать никто не хочет. Мишка должен быть большой и страшный. Но при этом Мишке надо вырвать когти и зубы, чтобы он не кусался и не царапался. Ну, медведь это как символ Российской Федерации, они иногда себя так позиционируют с этим животным. Вот, так вот, я еще несколько лет назад говорил, что цель Запада, и, кстати, Китай это тоже было устроило. Тогда бы Россия просто стала сырьевым придатком Китая. Или, может быть, они где-то там, вот сейчас Блинкин договорится, а потом Си и Байден подпишут какую-нибудь негласную договоренность и поделят, где-то условную границу проведут по Уралу, там, что там, то китайская, что здесь, то американская или европейская, там, поделится Америка с Европой или нет. Но для этого надо лишить страну возможности защищаться. Вот и все. Мы, кстати, чуть не потеряли суверенитет. Именно из-за этого, из-за того, что мы пошли по стопам, точнее не по стопам, повторили тяжелый путь, как говорил Наполеон, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую, да. Вот, так вот, мы чуть не оказались в этой ситуации. Кормежки чужой армии. И благодаря только нашим странам-партнерам, они нас фактически за уши вытягивают из этой вот трясины, в которой мы чуть не провалились, под названием Рашистская Федерация. А как вы думаете, возможен ли будет обмен осужденными азовцами на ряд рашистских военнопленных? Михаил из Подмосковья. Хорошее спасибо, что вы подняли еще раз этот вопрос про азовцев. Нет, к сожалению, я не верю в эту перспективу, тут у меня очень пессимистичное настроение. Почему? Потому что вы же видите, что Рашистская Федерация делает все, чтобы не отдать азовцев. Они создали имидж, особенно у себя внутри страны, они создали имидж того, что это террористическая организация и что их надо всех осудить. И это в первую очередь для внутреннего потребления. И что они и делают. Поэтому они ни в коем случае, и они же настаивают на том, что там же как общий, российские граждане считают, что это террористы, которых надо не просто осудить, надо чтобы они отсидели. Чтобы они понесли наказание за те террористические действия, которые они якобы совершали. Это мы понимаем, весь цивилизованный мир понимает, что они не совершали никаких террористических действий. Что это 1937 год, что это просто сфабрикованные обвинения против них, ничем не обоснованные. И которые нарушают кучу международных документов о защите прав военнопленных. Но в России вот такой имидж, и они их не хотят менять. Это там попадает на обмен в списке азовцы, но их очень мало попадает. По сравнению с тем, сколько их там вышло и сложило оружие, то командный состав вообще находится Азова в третьей стране, в Турции. До окончания войны они не могут вернуться в Украину. Чтобы была гарантия, Турция выступила гарантом, только на этих условиях их отдали. Это интернация, по-моему, называется, интернировали их из Российской Федерации. Поэтому я вижу, как Россия ни в коем случае не отдает. Они отдавали бойцов Азова или защитников Мариуполя в обмен на летчиков. Хотя летчики считаются по международным нормам, это военные преступники, их нельзя менять. Их надо передавать суду военного трибунала, международного. В нашем случае мы хотим, чтобы это было на международном уровне, чтобы это было в правовом поле. Но мы их обменяли, и, кстати, некоторых из них мы повторно сбили. То есть они вернулись в Российскую Федерацию, их тут же посадили за штурвал. И они пошли опять убивать наших граждан, наших военных и бомбить нашу территорию, наши земли. Поэтому я вижу, как относятся к этому расисты. И я вижу, что тут перспективы обмена нету, к сожалению. Обовязково нужно сбили села. Обовязково нужно сбили села. Можете обходить их, брать их в облогу и идти дальше. И, находясь в селах, в побудовании линии обороны может быть потужный спротив. Но если отрезать села и отрезать постачание, то что они могут делать? Отрезать, а потом, когда лінія фронта будет уже отдалена, то авиація может працювать по ним и все другие. Это, в меня, думка появилась, рассматривая карту. Чому так не делается, а обовязково нужно брать села? Это мини-укрепрайон. Так, вы абсолютно правы, это мини-укрепрайон. Что они и сделали. В каждом населенном пункте они создали такой мини-укрепрайон. Опорный пункт обороны. Дело в том, что невозможно обойти села. Настолько заминирована местность на этих направлениях, что мы не можем даже на обочину съехать. Мы вынуждены перемещаться либо по узкому проходу, который проделывается в минном поле, либо мы идем по дороге, если она не заминирована, и шаг вправо, шаг влево, подрыв на мине. То же самое село, его просто невозможно обойти. Все вокруг заминировано. Поэтому мы вынуждены штурмовать эти села и, соответственно, силой выбивать оттуда врага. Вот такая вот обстановка с этими селами. Их нельзя обойти, во всяком случае, на этом этапе. Возможно, после прорыва первой линии обороны, между первой и второй линией обороны, там будет меньшее количество минных полей. Так, это по классике и планировании. Там будет больше проходов в минных полях. Там самое главное, не дать противнику оторваться, а преследовать отступающего противника. Почему? Потому что, называется, военных на плечах отступающего противника продвигаться в направлении второй линии обороны. Почему? Потому что в данный момент, до последнего момента, все проходы в минных полях не заминированы. Они все оставлены сейчас, разминированы. Для чего? Для того, чтобы отступающие войска могли зайти на вторую линию обороны. А потом уже это минируется. Так вот, надо проскочить. И там количество, соответственно, за счет этого, количество проходов больше, и количество минных полей меньше. Между второй и третьей линией еще меньше минных полей, еще больше в них проходов или промежутков. Вот такая вот система построения. Я не думаю, что расисты выдумали что-то новое. Они сугубо воюют по канонам Второй мировой войны, по советскому боевому уставу. Поэтому вот такая вот ситуация. Сегодня, приближаясь к первой линии обороны, проходя полосу обеспечения, обойти село невозможно. Все заминировано. Занятие плацдарма в районе Кинбургской косы. После просыхания грунта и минной безопасности. Такой вариант. Кинбургскую косу я бы не рассматривал вообще. Вы видели ее на карте? Она очень узкая. Это фактически живая мишень. Тем более, что расистская артиллерия будет прекрасно доставать с материковой части Украины и даже с Крыма. С Перешейка. Вот. Поэтому я бы вообще не рассматривал вариант Кинбургской косы. Мы ввели там, насколько я понимаю, мы по возможности ввели там специальные действия, как говорила Анна Малер, заместитель министра обороны. Мы там проводили специальные мероприятия для того, чтобы постараться, максимально постараться обезопасить наш берег, наших граждан, которых постоянно оттуда обстреливала российская артиллерия. И мы там боролись из... Там же были стартовые позиции дронов. Мы наносили туда огневые удары артиллерии. Там были позиции артиллерии противника. Мы тоже наносили. А высаживать там десант и оттуда развивать наступление. Там не накопишь такого количества войск. И там соединение косы с материком настолько узкое, что достаточно будет небольшого количества артиллерии. И все. Это будет огневой мешок, из которого выбраться будет невозможно. И второй вопрос тут же он. Рейд. Вклинение рейд вдоль государственной границы с севера. Благодарю за внимание и ответы. Ну, скажу так, что на сегодняшний день это невыполнимая задача. Видите, даже даже при нынешнем раскладе сил генеральный штаб все равно предпринял, выбрал, точнее, не предпринял, а выбрал для начала контрнаступательных действий все-таки западную часть линии фронта, то есть шахтерское и запорожское направления. Ну, сейчас называют Бердянское и Мелитопольское направления. А не Лиманское и Купинское направления. Там очень большая в Луганской области очень большая группировка. Сейчас мы Валуйки там немножко проредили. Там тоже огромная группировка. Большущий резерв стоял. И там у них сейчас ну, я не знаю, мы или не мы мы официально там нигде не не пересекаем границу, но в Валуйках сейчас там все горит и взрывается. Вот. А это плечо подвоза там не столько километров до границы. Вот. Так что и плюс прямое сообщение Луганской области с Рашистской Федерацией. Поэтому нет. Рейд вдоль государственной границы неважно с какой стороны предпринимать. Да, высказывались такие идеи некоторыми военными экспертами. Я даже как-то такую идею высказывался. Высказывал, что может быть. Но сейчас, когда когда есть информация о том, что там чуть ли не самая многочисленная группировка войск, то скажу, что видимо пробиться там меньше шансов, чем допустим на Запорожье и в западной части Донецкой области. Иначе бы мы сейчас наблюдали контрнаступление именно там, именно в этом направлении. Олег, доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, известно ли что-то про ловца шахедов? Есть ли он и как хорошо работает? Может, есть статистика какая? Был сбор, что-то даже закупали. Но по итогу, как я понял, мобильные группы, которые не так давно показывали сейчас, достаточно хорошо справляется. А про ловца как-то нет информации в информполе. Сейчас или я что-то пропустил. Вы пропустили. И даже я скажу, что довольно много пропустили. Почему? Потому что ловец шахедов есть. Нам их передавали. Но там есть особенность. Действительно собирали деньги на такой вид вооружения, как вооружение, оснащение, как ловец шахедов. Это квадрокоптер, это дрон, который имеет на своем борту две сетки. И дальность радиуса действия этого дрона 155 километров. Мы собирали, действительно собирали деньги на эти дроны ловцы шахедов. И объявили сбор, но объявили сбор на один, люди собрали на два, в результате нам их передали пять. Пять дронов. Но тут есть такая особенность его применения. Дело в том, что, точнее, шесть, извините, шесть таких систем нам передали ловцов дронов. Они привязаны, они не мобильные, они привязываются к объекту, охраняют объект, работают в автоматическом режиме. В автоматическом. То есть, они патрулируют, если обнаруживают дрон, идут на перехват и сбрасывают сверху на дрон сетку. Естественно, эта сетка сбивает этот дрон и он падает на землю. вылет одного такого ловца может перехватить два дрона. То есть, два комплекта сетки у него находятся на борту. К сожалению, на сегодняшний день, мы знаем, что их есть шесть таких систем. Они охраняют стационарные объекты, это мы знаем. Но, какие, где и какова статистика их успешного применения, к сожалению, таких данных на сегодняшний день, я в открытой сети не нашел. Вот такая информация по поводу этих ловцов шахедов на сегодняшний день. Ну, что ж, мы на этом с вами, наверное, вторую часть вопросную закончим. И у нас остается третья часть, это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего выпуска или обзора будет следующий. Уважаемый Олег, я ничего не понимаю в танках, но видел, как Меркава работает в газе, это сектор газа. В газе песка хватает, песка так много, что мы на нашем броневике Адире застряли, застряли там, по самое не хочу, а рядом с нами, несмотря на наши крики, застрял джип, нас вытаскивали чем-то вроде трактора. Так, Меркава идет там, как яхта по волне и маневрирует во все стороны. То есть, песок для Меркавы, по-видимому, не преграда. Ну, я же говорю, что, кстати, вот четвертая Меркава, у нее обратили конструкторы внимание на повышение проходимости этого танка именно в условиях пересеченной местности. Ну, как бы, я не сомневался, узкая колея, высокий клиренс и узкая гусеница для того, чтобы в каменной пустыне маневрировать между препятствиями. Ну, и по песку тоже, я не сомневался. В принципе, гусеничная техника по песку довольно хорошо ходит. На празднике День города Эхирид-Булагат, Тункинский район, Бурятия, на главной площади брали фанерный бахмут. А как же, а как же на Берлин? Может повторить уже страшно? Вот это да, я даже сам не ожидал, что в Бурятии додумались построить фанерный бахмут. Ну, фанерный рестак они уже брали в Подмосковье, да, на Берлин. Вот поэтому, наверное, зрители спрашивают, что, а как же на Берлин повторить? Уже страшно. Тут еще Песков сказал, что демилитаризация достигнута, когда у Украины военный потенциал в сотни раз выше, чем когда война начиналась, не понимая усов Пескова. Может, речь идет о демилитаризации старых образцов военного вооружения? Россия альтруистичная страна, она печется об модернизации братнего народа, все делает, чтобы ему жилось хорошо, как и им в трущобах. 101% согласен с висловом про шкоду Counter-Strike и Strike Ball тоже шкодить. В 2013 році багато загинуло страйкболистов, бо не відчували страху и небезпеки от настоящей оружии. Strike Ball допомагает понимать тактичные приемы, которые могут быть в настоящей войне. Кстати о рыбках. РФ открыла памятник морякам корабля, потерю которого не признала. Во время оккупированного во временно оккупированном Крыму в Севастополе на территории российской военной части россияне открыли памятник экипажу буксира Василий Бех. Ну кстати с этим буксиром Василий Бех вообще на грани фантастики ситуация. Родственники погибших моряков обратились в Министерство обороны Рашистской Федерации с целью чтобы им дали статус участников СВО и соответствующие выплаты. На что командование Черноморского флота ответило что их никто не посылал никуда. А это типа был добровольный поход и они не являются никакими участниками никто им задач не ставил приказа не отдавал и погибли они сами по собственной инициативе. Вот такой ответ. Так что никаких выплат родственников этого буксира не состоялось. В Подмосковье два беспилотника упали в районі мотострелкового полка Таманской дивизии. Еще чуть-чуть и была бы гойда, но начало хорошее. Приятно. Подписывайтесь на информацию Украинские артиллеристы произвели 20 тысяч выстрелов из немецкой гаубицы «Панцерхаубица-2000» при ресурсе в 4,5 тысячи выстрелов на стрелы. Об этом сообщил Армин Папергер, руководитель германского оборонного концерна «Рейнс Метал». Он отметил, что отзывы украинских защитников относительно этих гаубиц очень положительные. Бойцы отмечают качество и выдающиеся характеристики мощного немецкого оружия. По его словам, ствол на гаубице фактически нуждается в замене после 4,5 тысяч выстрелов. Но украинские военные производят до 20 тысяч выстрелов. Другие стволы давно бы треснули в такой ситуации, резюмировал Папергер, комментируя, как немецкая техника показала себя на поле боя в Украине. Это как любая война, лучшая реклама для любого вида вооружения это бой. Видите, немцы уже начинают рекламировать. Но вообще я скажу, что в моей службе был рекорд миномет ПМ-120, 120-мм, настрел 22 тысяч. И уже мина, заходя в ствол, болталась, но тем не менее настрел 22 тысяч. Вот такой вот я встречал. Это единственный раз, когда я встречал такой огромный настрел. Видите, качество. А теперь немцы будут говорить, смотрите какой ствол, 20 тысяч, покупайте панцерхаупец. Вот что такое реклама. Пригожий начинал войну за тем, чтобы стать бесценным и единственным. Какой там повар или еще кто, как все вы тут не можете этого понять. У него на лице ужас, но когда-нибудь придется оставить это блаженство. Желаю Украине выстоять. Она уже много лет идет самым тяжелым путем. Дай Бог меньше терять украинских солдат, они герои. И очень жалко беспомощных стариков и беззащитных деток. А ваш сосед сегодня, а ваш народ сегодня, это моя гордость и надежда. Никогда не верил, что это возможно. Победы вам. Я русский, по роду Донской казак. Помогаю вам, чем могу. Эх. Ну он говорит, спасибо за информацию, эх, когда-нибудь свидеться. Ну, может быть. Спецоперация идет по плану. Четко, ритмично и планомерно. Потерь нет, кроме армии, флота, экономики, международной репутации и могилизации собственного народа. Если не обращать внимания на эти пустяки, то россиян нам, в общем-то, беспокоиться и не надо. Никогда не думала, что буду считать сотрудников коммунальных служб героями. Родные украинцы, вы крутые. Вы герои. Слава сотрудникам коммунальных служб Украины. Ну, это, наверное, связано с ликвидацией последствий вот тех, последствий бомбардировок, потопов, отключений света и так далее и тому подобное. Ну что ж, вот на такой вот благодарной ноте мы с вами закончим сегодняшний видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше терпение, что вы досмотрели до этого момента. Напоминаю, что кто еще не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну, а мы с вами продолжаем верить в Збройные силы Украины. Перемога наша, слава Украине!